Давайте узнаем, о чем недоговаривают преподаватели вокала. Задонатил никто, поэтому милости прошу, так сказать, у нас в фонд добровольный, да, можно поддержать реакцию, если вам нравится. Если нет бабла или кто-то жадный, лайк, коммент, подписка, там вот все вот это, вот не знаю. Это тоже милости прошу, большое спасибо всем. Давайте смотреть. Привет, мои маленькие любители экстремальной и не только музыки. С вами Леха Избау, и сегодня мы, ребята, поговорим о вокальных педагогах, вокальных преподавателях и о том, что они нам недоговаривают и как пудрят мозги. Погнали. Знаете, на самом деле, наверное, у кого-то из вас могло сложиться впечатление, ребята, что я хейчу вокальных преподов, вокалистов и вообще все с этим связано. Нет, я ненавижу всех одинаково, но, друзья, к вокальным педагогам действительно много вопросов. И основное заключается в том, что, пожалуй, они больше всех остальных преподавателей пиздят. И о чем они пиздят? Ребяточки, смотрите, ситуация на самом деле простая. Вокальному преподу, как и любому другому преподу, нужно привлечь клиентов. И как ему их привлекать? Давать рекламу. А в этой рекламе нужно давать какие бы то ни было обещания. И, соответственно, самое основное обещание, которое может дать вокальный педагог, это «я научу вас петь». И здесь вроде бы ничего такого криминального. Хотя мы знаем, что 70-80% не научатся, но так в любой сфере. Вы хоть на гитару придете, хоть на барабаны, на что угодно. 70% примерно учеников ничему не научатся, остальные чему-то да научатся. Но в вокале происходит следующий момент. Ну-ка. Человек обращается, например, к этому преподавателю и говорит, «Вы знаете, я бы не хотел, чтобы вы меня научили петь. Я бы хотел научиться петь как...» И дальше идет имя артист. «Как? Я бы хотел научиться петь как...» Ну, кстати, Леос Хиллскрим вполне может научить петь как... И преподаватель отвечает... То есть «как Найтмара действительно пел?» В любом случае случаев. Да, конечно. Конечно, мы разберем его репертуар, снимем его манеру, ты научишься петь как... Ну, во-первых, это невозможно, если у тебя от природы нет этого предрасположенности. То есть, короче, что бы я не сделал, например, вот лично я, каким бы я не был бешеным фанатом Нирваны и как бы я сову на глобус и жопу на уши не натягивал, у меня тембр Кобейна получится разве что как пародия. И нужно понимать, что в некоторых случаях просто что-то невозможно. Вот и все. То есть ты можешь скопировать пару фишек манеры, не более того. А есть люди, которым даже стараться не надо, у которого просто тембр предрасположен к тому, чтобы ничего не делая, там, прекрасно имитировать Кобейна. Вот. Робби Виллимс и Ники Глейсис. И это полное вранье. Потому что, поймите, когда вы приходите заниматься гитарой, и вы говорите, я хочу играть как Кёрк Хеммит. Хорошо, будем играть как Кёрк Хеммит. Это несловно. Или я хочу играть как Марк Ноффлер. Хорошо, будем играть как Марк Ноффлер. Это возможно. И здесь нет. Ах, да. Ах, да. Бу, get in there. Кот. Да, look at your face up there. Ах, fuck it. Да, get that ready for you big dick, huh? Да, you like that butt, huh? Да, eat that butt. Ах, да. Ах, да, come on. Ах, да. Да. Спасибо, Станат. Никакого вранья со стороны препода. Потому что, окей, мы подберём репертуар, подберём звук, и будем изучать нужные техники и репертуар, да, композиции, звукоизвлечения. Ну, короче, вы поняли. И в этом нет противоречия, потому что человек как может взять медиатор и играть метальчиковый риф, и также может положить медиатор и начать пальчиками играть какие-то красивые штучки. Это не ограничено физиологией. В отличие от вокала, то, как вы поёте, ограничено вашей физиологией. Очень сильно. Ребята, давайте поблагодарим магазин БУ Электро и... Лучше поблагодарим БАУ. Рекомендую. От души, пацаны. В общем, спасибо магазину. Так вот, ребята. Магазин как называется? Бар Гитар. Ребята, я тоже благодарю Бар Гитар за то, что благодаря Бару Гитар Лёха из БАУ выпускает свои ролики. Ваш голос — это ваша природная данность. Такая же, как, например, ваш рост, цвет глаз, цвет волос, длина пальцев и так далее. Это ваша данность. И вы не можете практически на это повлиять. Вы можете найти этому применение. Давайте я объясню. Вот давайте посмотрим на баскетбол, например. В баскетбол играют очень высокие и здоровые парни. Вы поймите, причинно-следственная связь здесь не такая, что они играют в баскетбол, поэтому они высокие. Нет, они высокие, и поэтому их взяли играть в баскетбол. У них это хорошо получается. То же самое, ребята. И в... Вокале. Если у вас мощный, хороший, красивый, сильный голос, скорее всего, вы поёте на сцене и участвуете в каких-то музыкальных движуках. Если у вас унылый, маленький, слабенький голосочек, то, скорее всего, на сцене вас просто нету. И преподаватели вокала, к сожалению, друзья, очень сильно обманывают своих студентов. На помощь, бедухи! Мужики сбунтовались! На помощь! Спасибо большое за дарану. Доброе утро, хуй утро. Чёчка спалась. Как спалось? Спалось, сука. Блядь, у меня бомбит, что я уснул. Я приготовил стрим, я поставил время. Я, блядь, просто подрочил и на секунду то ли вздремнул, то ли... Сейчас полежу, минуточку. И просыпаюсь в 6 утра, блядь. Блядь, говно! Спасибо большое, Павел Волес, дарану. Огромное спасибо. Особенно новичков, которые ещё не попробовали нормально петь, не поняли сами, что у них за голос и так далее, очень сильно обманывают их ожидания. Потому что есть вот ребята, например, сейчас такая популярная группа Архитекц, и там поёт Сэм Картер. И он как-то прям так распелся к последним альбомам уже лет 5 как. Что? Ну, просто у всех, значит, аж трясутся поджилки, все хотят петь так же, как он. И поискав как бы информацию на русскоязычном YouTube, я нашёл какие-то каверы, какие-то советы, как петь, как Сэм Картер и так далее. То есть педагоги даже не то, что своим студентам напрямую говорят, да, ты научишься так петь, ты главное, ходи, плати деньги. Они ещё, типа, что-то снимают там в интернете. И тут же я захожу на какой-то англоязычный канал, ну, вернее, он мне порекомендовался, потому что я искал. И девушка такая, типа, тоже преподаватель вокала, анализ вокала Сэма Картера. Я включаю, первые же 10 секунд, она сразу такая. Ребята, я хочу вам сразу сказать, что петь так, как Сэм Картер, вы никогда в жизни, скорее всего, не научитесь. Потому что он тенор, потому что у него 15 лет опыта. Блядь, спасибо, понимаете? Спасибо, ты сэкономила моё время. А какой-то неопытный человек придёт к преподавателю и будет, блядь, надеяться, что он запоёт как Сэм Картер. Вообще, ребята, вот этот обман со стороны вокальных педагогов, он очень распространён. И я понимаю, что они теперь делают... Блядь! Лёха там избавил ПГШа, охуенный Аняк придумал. Ненамеренно. Но мне кажется, что человеку можно честно сказать в самом начале, что ему предстоит. Смотрите, ребята. Вокал складывается из двух, на самом деле, как мне кажется, основных вещей. Первое — это попадание в ноты. И второе — это красивое звукоизвлечение. Всё остальное, там типа эмоциональность и какие-то такие прочие вещи, это уже, мне кажется, вторично. В целом вокалист должен попадать в ноты и красиво извлекать звук. Так вот, друзья, если вы приходите к педагогу по вокалу и не можете попасть в ноты, в распевках или в каком-то несложном произведении, в сложном, окей, много кто не может попасть в ноты, но в каком-то несложном произведении, то, ребята, я вас огорчу, вы запоёте очень нескоро. Потому что, друзья, просто научиться попадать в ноты — это минимум год плотных занятий с альфеджио. А на практике это, как правило, два-три года плотных занятий. И, более того, к сожалению, далеко не все вообще в жизни начинают попадать в ноты. Потому что это достаточно сложный механизм, и не у всех он есть от природы, ну, у большинства его нет от природы. И не у всех он вообще в целом выстраивается, потому что это сложно. Слышать ноту в голове, петь её, слышать её ухом, сравнивать её с фонограммой. Это очень сложная энергетическая работа, у многих мозг просто на это не заточен. Если вы фальшиво поёте, то, ребят, это уже огромная проблема. Следующая проблема — это ваш голос. Если вы хотите петь высоко, но у вас низкий голос, вы никогда не будете петь высоко. Я снимал уже видео про это, про баританов в роке, и мне, конечно, там написали сто миллионов комментариев. Ребят, я с вами согласен, я вас всех люблю, вы все умные. Ну почему никто не поёт-то? Почему у нас нет хороших вокалистов практически? Всё ужасно, ужас просто. Я тоже, например, ужасен. Тихий ужас. Почти всё, что я слышу из незнаменитых вокалистов — это кошмар. А из знаменитых тоже, блядь! Ещё ладно, они как бы просто, ну типа у них по умолчанию высокий голос, ну просто обычно какой-то плоский, некрасивый, но они хотя бы поют, типа там, в ноты, с высоким голосом, и в целом это можно слушать. То как у нас мужики поют, это просто, просто кошмар, блядь, просто кошмар. Не надо мне рассказывать про то, что баритон может распеться там до какой-нибудь, блядь, второй октавы, микс там, это всё... Нет, ну, блядь, может-то он и может, только жопу надо на уши натянуть для этого и порвать. Полная хуйня, это полная хуйня. Какой-то баритон может... Ну какой-то может, да. Может. Блядь, вы мне там написали, вот Джеймс Хэтфилд, это уникальный голос, поймите мне, это уникальный голос, он высоко поёт, с расщеплением, с хорошей опорой, вы так не споёте. С миксом и так далее. Вот Брюс Диккенсен, Брюс Диккенсен плохо поёт, но типа вы всё равно так не споёте. Вот Фредди Меркьюри, Фредди Меркьюри абсолютно уникальный голос. Ну, Кори Тейлор, Кори Тейлор это уникальный голос, и причём не потому, что он там что-то поёт сверху, сверху он действительно поёт совсем невысоко. Но вы спойте, блядь, вот этим вот экстремальным вокалом то, что Кори Тейлор поёт снизу, вы хуй это сделаете, понимаете? Когда мы говорим о каких-то вот таких артистах, которых вы мне приводите в пример, я не понимаю, зачем. Потому что это абсолютно уникальные голоса, абсолютно уникальные люди. Поэтому они известны на весь мир. Вы приводите мне пример. Вот у меня есть Валера, сосед, он вообще не умел петь, он его таком голосом разговаривал, пошёл на занятия и через год пел Кипеловские партии. Вот это, блядь, будет пример, понимаете? Вот. И есть у вашего голоса исходные данные у вас. Ну, по сути, то есть, да, я в самом начале, как Ванга предугадал, о чём скажет Лёха. Говорили, у вашего голоса. Подтверждаю. Ну, вот мой живой пример. Пиздец, блядь, Драчуна Нирвану, любимая группа, обожаю, блядь. Вот по количеству песен, а, блядь, или Рамштайн, по количеству нравящихся мне песен у меня две вот группы, самые топовые, Рамштайн и Нирвана. Я могу что угодно сделать. Просто в силу того, что у меня тенор, я никак не смогу, я могу максимум сделать пародию на Линдёме, скопировав его произношение и какую-нибудь ещё хуйню, типа, ну, там, резонаторы, пиздонаторы. То есть, в самом лучшем случае я могу как-то, там, подпеть, там, какой-нибудь ЗАЙН То есть просто Сымитировать Протягивание какого-нибудь второго гласного звука И все, и чуть-чуть добавить Вот именно вот этого Все, круче у меня не получится Никак, это невозможно Нирвана, при том, что, типа, даже тембр Даже, блядь, типа, вроде как у него там Высокие тенровые партии, в лучшем случае у меня будет Как, блядь, мяуканье подзаборного кота Как бы я ни старался А я, в принципе, ну, что-то в плане вокала понимаю. Я что-то вроде даже как умею, там, и интервалы, и хуэрвалы, и, там, плыть в серебре, там, в отличие от сокола, я спою, попаду и так далее, да. То есть, ну, мимо нот я могу чуть-чуть мазать, но суть в том, что манера, да, как бы. То есть, как бы я ни старался, типа, там, я это просто не могу физически сделать, никак. Но после того, как записался в Элчере Мачадимы, он уже половину парней двора переебал. Спасибо, аноним за донат. То есть, улыбка, хуэпка, пиздец, вот как бы ты что ни сделал, типа, всё, у меня получится, как у падалов мат, блядь. Просто, как, что бы я не делал. И это в лучшем случае. И, типа, мне проще успеть просто, там, каким-то своим голосом, который будет не похож, нихуя, дайте я сейчас чуть-чуть. То есть, типа, это будет нихуя не похоже, но, блядь, я не, всё, я не смогу это сделать. Это просто тупо, скорее всего, невозможно. Либо надо, я не знаю, хуй знает, что сделать, что не стоит просто того, чтобы этим заниматься. Вот и всё. Ну и всё. То есть, если ты не научишься петь, как кто-то, ты можешь научиться петь вообще, ну, как-то хотя бы более, ты можешь научиться петь так, как ты. С влиянием того, что ты любишь. То есть, как бы, я всё равно, я пою своим голосом какие-то песни, мне пишут, ой, блядь, нирвана. Хотя не похоже ни хуя. Ну, такие пироги. Исходные данные, друзья. Это ваша тесситура. Понять свою тесситуру, ну, окей, допустим, без преподавателя это немножечко сложно, но опытный преподаватель поймёт вашу тесситуру с гарантией 95% за первые 15 минут занятий с вами. И более того, если вы мужчина, 80% у вас обычный баритон. Далее. Ну, то есть, тесситура — это ограничение вашего голоса, ваш диапазон, что принято, да, говорить. Насколько низкие ноты вы можете брать и насколько высокие ноты вы можете брать. Расширение диапазона, то есть, опять-таки, ребята. Ну, можно, можно, блядь, там. Ниже, чем я могу, я только, ну, я не знаю просто, как с чем это объяснить. То есть... Ну, у тебя есть какой-то рост, например. Твой рост — 160 сантиметров. Изо всех сил, просто, блядь, мучаясь, умирая, блядь, бесконечно, ты можешь себя растянуть на 2-3 сантиметра. Ну, примерно, вот, примерно так, наверное. Смысла в этом особого нет. То есть, лучше пользоваться своими преимуществами. Вот и все. Тем, что у тебя дано от природы. Или, например, ну, у тебя есть некий голос, то есть, понятно, что можешь его, как бы, распеть, раскрыть и так далее, и там что-то, но... Как бы вот. Это не то расширение, о котором вы думаете. Вы не начнете петь на октаву выше. За первые, там, 3-5 занятий вокалом вы добавите себе сверху 2-3 ноты, а потом вы будете добавлять по одной ноте в год. Вот примерно так будет расширение вашего диапазона. Ну да, может. А то, что вы научитесь пищать фальцетом, ну, это не звук. Любой человек может начать петь фальцетом. Понимаете, вот у меня где-то... Ну, фальцетом-то да, но вопрос там, как бы, с миксом его, как бы, захуячить. Две октавы грудного голоса, ну, может быть, чуть-чуть больше, я не знаю точно. Хотя, ну да. И у меня еще, блядь, две с половиной октавы фальцета, понимаете? Это что, у меня четыре с половиной октавы диапазон? Конечно, нет. У меня диапазон рабочий, полторы октавы. Вот в полутора октавах я могу уверенно и нормально извлекать ноты. Все остальное, ну, типа, мимо. Если бы я занимался вокалом, окей, у меня был бы диапазон две октавы. И никуда вы его вот так вот не... Ну, вообще, по-моему, четыре с половиной октавы так и считаются вместе с фальцетом. Двините, ребят. Дальше это ваш голос. Во-первых, голос может быть просто некрасивый, и вы ничего с этим не сделаете. Может быть, глухой голос, может быть, какой-то, такой, знаете, гортанный голос, так вот иногда вот как-то так поют. Это адская работа исправляет. Может быть, какой-то зажатый, наоборот, такой голос. Это обычно плюс-минус можно исправить, но исправить это займет пять-десять лет, и результат все равно будет такой себе. Дальше может быть большой голос, а может быть маленький голос. Маленький голос, это когда как вы не пытаетесь, как вы не пыхтите. Обычно у девочек это... У вас такой тоненький, негромкий звук. А большой голос, это когда вы не можете петь тихо, это когда вам что... Вот я не умею петь тихо, пиздец. Прям я... Вот на высоких нотах, то есть, ну... Распеться, чтобы пропеть, чтобы начать звучать, нужно орать, блядь, как не в себя. И то, и то огромная проблема, потому что люди со слабым голосом всегда будут людьми, ну, с маленьким голосом, да? Во-во, это, блядь, это, кстати, вот мы с Дашей. Пиздец, у Даши очень тихий голос, то есть, он у нее охуенный, красивый, но, блядь, он у нее тихий, и нихуя не сделаешь вообще. Ну, то есть, может быть, можно ее заставить орать, но это будет хуйня, не круто, не то и так далее. А я не могу, даже если я пою ниже, там, нахуй... То есть, мы вот с этим пытаемся, блядь, вот, пиздец, паримся, как нам это состыковать-то, нахуй? То есть, не знаю, какими-то просто... Спасибо, что технологии есть, микрофоном одним можно погромче, потише сделать, другим побольше, там, покомпрессовать и так далее. Но это вообще, пиздец, просто целая проблема. То есть, у нее теряется весь прикол, если ей, там, громче, допустим, начать орать. А у меня, ну, типа, да тоже теряется весь прикол. То есть, например, там, ну, я могу начать щебетать, но это уже будет хуйня полная, не знаю. Либо, может, я что-то не понимаю в этой жизни. Они не могут петь ничего с громкой аранжировкой, даже поп-музыку громкую они не могут петь. Они могут петь только в тихой аранжировке щебетать что-то, да. А люди с громким голосом, им, блядь, заниматься бедным, как тяжело, сука, в квартире. Где, блядь, да? Вот я себе... Да я, ну, у меня голос, в принципе, на самом деле, я громко разговариваю вообще, в принципе. То есть, я это при желании не могу контролировать. Я и за рум себе купил, не потому, что я пою постоянно даже. И номер этот я снял в подвале, не потому, что я там, блядь, экономлю или еще что-то. Я был бы готов переплатить больше, лишь бы мне точно можно было громко разговаривать даже, не петь, разговаривать, сука. И даже не факт, что ночью, да хотя бы, блядь, вечером. Вот. Вот в чем дело. Потому что я, блядь, просто так громко говорю. А если я ржу, пиздец, нахуй, кто рядом со мной там сидит, если я засмеялся, то это ха-ха-ха-ха-ха, блядь, пиздец. Ну, Даша реально говорит, ай, больно, типа, уши болят, пиздец. То есть, вот тут такое. Не попоешь, нихуя, потому что ты как начинаешь вот это все, блядь, весь дом тебя слышит, понимаете? То же проблема, и то, и другое. И в зависимости от того, что вы хотите петь. А если у вас большой бас, это же просто... У меня причем как бы и не бас нихуя, просто, ну, вот, вот такой тембр. Можно все вам, кроме как в мюзикл и оперу. Кстати, да, если у человека именно низкий, низкий бас, то есть он говорит, как бы, у него громкий голос, еще и низы. Он вообще, он же, блядь, слово там где-то кому-то сказать на ушко не может. То есть все вот... Я даже изобразить не могу, но я понимаю такие голоса. Это вообще жесть. То есть это... Ну, надо, типа, от этого блясать. Это охуенная фишка, это можно как-то использовать, но это... Ну, конечно, он никогда Кабаина не споет никак. То есть если вот у человека... Ну, вот как этот был. Я, помните, придумал, что был бы охуенный псевдоним для певца шансона Владимир Тверской. А оказалось, что, сука, есть в натуре Владимир Тверской. И у него была какая-то песня... Ну, допустим. То есть вот примерно такой голос. Ну, здесь, кстати, еще не очень хорошо, не суперздорово передано, я думаю, потанцевал. Но это как раз, скорее всего, и есть вот что-то типа того же, такой же голос. Так, кстати, ребят, надо понимать, что у тебя есть в голосе сильные какие-то вот как бы эти частоты хорошие, которые надо воспринимать не как резонанс, который портит микс, а который как раз возможно сильная сторона твоего голоса, который надо подчеркивать. И вот это я... Я надеюсь, что я у себя не вырезаю вкусные частоты, потому что вполне может быть, что я сам себя оцениваю не так, как стоило бы. Вот. Но я недавно вот прям замечал, что один чувак, у которого в голосовухах все охуенно звучит, потому что у него вот не вырезаны приятные тембры, как бы приятные частоты, а то, как он записал на микрофон и сам все пообрезал, это полное говно вообще люто. Казан куда-либо. Конечно, я немножечко утрирую, но я хочу, чтобы вы поняли это. Вот, друзья. А вокальные преподаватели этого не объясняют. Не объясняют. Они не говорят, что ты со своим голосом можешь петь только это и это. Или тебе, с твоими природными данными, там типа потребуется 10 лет. Бля, я вообще настолько я не понимаю какого-то прям просто восхищения Земфира, и честно, то есть, ну, у меня много знакомых, ну, понятно, это в основном девушки, много довольно знакомых. Я прям вот даже не могу объяснить хотя бы вот, ну, хотя бы примерно, что там, что с ней так вообще. То есть, у меня нет как бы негатива к ней, как, например, у, по-моему, Эндрю из ГКНР, он вообще прям ее терпеть не может. У меня такого нет. Но я даже не могу себе самому хотя бы объяснить, в чем прикол. То есть, что же вы все так обдрочились-то на нее? Что там у нее? Там Саня Лизбуха-то? Ну, блядь, понятно, да. То есть, короче, у нее там какой-то лесби-вайб, судя по всему, такой невозможный, что вообще все там. Учиться хоть как-то петь, хоть как-то. Как-то. Потому что я вижу огромное количество людей, которые занимаются вокалом, занимаются уже долго. Новый уровень гачи-миксы на, просто на, блядь, на видео. Просто на разговор, просто, блядь, гачи-реакция. И поют они плохо, до сих пор плохо поют. Потому что у них нет... Бля, кстати, у прическа-то охуенная, ебать, виски побрил, Леха, заебись. Бля, мне надо тоже... У меня, сука, волосы с одной стороны длиннее, бля, чем с другой. Маленький голос, большой голос, некрасивый голос, приятные чистоты. Да? У нас в Элфире мы используем хуи и приятные нечистоты. Хуи и приятные нечистоты. ...природных данных. Потому что есть люди, которые просто начинают петь, и это охуительно. Есть люди, которые в целом поют, приходят к преподавателю, 3-5 занятий, и им там больше нечего делать. Они поняли то, что они не поняли сами, и начинают петь. Это природники называются, люди, которые поют от природы. Бывает. Нет природников-гитаристов, нет природников-пианистов, нет людей, которые от природы играют на гитаре. Это здесь все плюсы. Ну, чувство ритма, может быть, от природы. Ну, или... Оно тоже все не совсем от природы, оно как бы чем-то все равно под... Ну, хотя ладно, ладно, да. Минус равны. Но в вокале есть природники. Как и в спорте, да? Есть человек, который может просто взять и потянуть? Ну, типа, да. То есть это как бы... Это... Скажем так, это не всегда обусловлено просто тупо тем, что ты таким родился, но ты таким стал в силу того, что тебе от природы как бы... Ну, типа, тебе с детства от природы хотелось петь, например. То есть просто ты не испытываешь при занятиях вокалом какого-то... каких-то, блядь, там, страданий, а ты получаешь удовольствие от вот петь, попасть в ноту, у тебя слух, вот все. То есть это у тебя как бы, ну, ну, не совсем напрямую от природы, но как бы вот... Природа смотивировала тебя так заниматься, как бы что ли, вот что-то в этом роде сложно описать. То есть чувство ритма, оно тупо прям само по себе не совсем может возникнуть, но ты как бы вот именно... твоя природа внутренняя заставляет тебя обращать внимание именно на ритмику и там вот эта вот вся хуйня. То есть тебе... Ты не заставляешь себя делать парадидлы, блядь, какие-нибудь, или парадил, да, а тебе вот хочется что-то, говорит, так-так-так-так-так-так-так-так-так. Сидишь за партой, блядь, и просто занимаешься вот этой хуйней. Да, то есть это именно не совсем природа, как бы, да, вот. Ну, короче, по сути природа, просто я уточняю, просто мне кажется, что это имеет смысл именно, вот, обратить на это внимание, почему-то мне так кажется. Так, что там дальше? 10 раз, а есть человек, которому надо для этого заниматься полгода, есть человек, который бежит стометровку? Кстати, у меня в плане вокала как раз природных, как мне кажется, способностей таких не было. То есть именно Ну От природы Абсолютный слух у меня То есть это практически природная тема И просто как интерес к пианино Ко всей такой штуке У меня лет с пяти Потом постепенно все в гитару Все переросло, туда барабаны А вокал я больше себя Сука, никто петь не умеет Наверное, придется мне учиться Там сдает на юношеский разряд какой-нибудь А есть человек, который ее вообще в целом и прибежать Даже не может, не задохнувшись Так же и в вокале Есть люди, которые поют от природы И им нужно лишь немного поработать над этим Огранить, собрать все это воедино и петь И причем есть люди Такие люди обычно очень здорово умеют снимать даже манеры вокалистов И петь в разных стилях А есть люди, которым это не дано И им нужно очень-очень-очень-очень много заниматься И в итоге получить самим результат Я еще раз хочу акцентировать Что то, что тебе что-то дано от природы Это не значит, что тебе это как бы легко досталось Что ты нихуя не делал И оно у тебя все само То есть тебе дано от природы Некое, может быть, влечение И предрасположенность Которую ты Ну Все равно То есть Есть люди, у которых дано от природы И они нихуя не делали У меня, например, реально есть такой знакомый Которому У которого слух гораздо лучше, чем у меня Но он, блядь, вместо этого играл Там, вместо того, чтобы Не знаю, на басухе начать играть Там еще что-то Он супер криво играет на барабанах И там как-то Ну, в компьютерные игры Резался, короче, и все И, блядь, сидит там Че, санитаром работает При том, что он Именно предрасположенность Природная какая-то хуйня У него там похлеще, чем у меня И в плане вокала тоже могло бы быть А есть я Например То есть Все-таки Природа это преимущество Но это не Не ultimate Super mega Джибислав Хуй знает что Вам не скажет ни один Вокальный педагог Вокальный педагог вам скажет О, ну, хочешь заниматься Хорошо, будем заниматься Сейчас попоем упражнения Потом будем песенки разбирать Тональности удобные подберем Ну, главное, 1500 в часик платите мне И будем заниматься Ребята, если вот Ну, серьезно Если вы Мечтаете научиться петь Но у вас не получается Скорее всего, у вас не получится И не верьте своему преподавателю Можете Если вы ходите к преподавателю вокала Уже год И поете по-прежнему плохо Без шуток Заканчивайте Скорее всего, ничего не получится Ну, попробуйте Ну, получится Но Пиздец, как тяжело будет И, скорее всего, нет смысла Так надо Ну, так надо этим париться То есть, вот что надо понимать Скорее всего Ну, типа Ну, для друзей сможешь петь Как-то более-менее Терпимо То есть, ну Как вот что-то в этом духе То есть, это не Ургант там Я не знаю Мировая звездность Практически исключено Вот примерно так Изменить преподавателя для начала Но потом Есть 1% исключений Бла-бла-бла Ну Я бы Вот, ребят, серьезно Ну Если Ой, пиздец Камера теперь пожухла То телефон То камера Прошу прощения Сейчас А, так вот вы что Рофлите про камеру-то В этом самом В чате Я просто даже Не смотрел В ОБС-ку Сейчас все подрубится Ребят, прошу прощения Просто у меня Не хватает блоков питания Немножко А я переподключился В тот блок От которого питается камера Чтобы быстрее зарядился телефон Потому что с телефона Раздается интернет Вот То есть все довольно сложно В плане технологий Еще мне звонит Маман Пауза, секунда Смотрим Вы просто тратите время Вы просто тратите время Да, ребят Бывают исключения Бывает, что человек Вообще не звучал Потом зазвучит Я что хотел сказать Вот, например Ты хочешь стать космонавтом Каким-нибудь, да Вот ты мечтаешь стать космонавтом Можно стать полицейским И разгонять митингующих Так, значит Ну, честно Не знаю даже Что тут сказать То есть вот Ты в принципе Ну, наверное Как-то это возможно сделать Но если у тебя Есть предрасположенность Там физически Как-то Еще там Может связи даже какие-то То это тебе чуть легче А если у тебя Еще и нет предрасположенностей То это и так Почти невозможно А так, ну просто Это даже не стоит того Чтобы этим заниматься Гораздо легче стать Блядь, не знаю Маркетологом нахуй То есть Это не так сложно Там не один шанс Из миллиона А просто чуть-чуть Постарался И получится Бывает, что человек не пел Потом запел Бывает, что человек пел низко Потом начал петь Всякое бывает Всякое бывает, ребят Но я говорю О девяносто процентах людей Девяносто девять Девяносто девять Запятая девять 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 Девяносто процентов В девяносто процентах случаев Ваш вокал От занятий с педагогом А хотя даже если девяносто Один шанс из десяти И это еще, блядь, не факт Как говорится Разительно не изменится И не преобразится И педагоги об этом молчат Вот это мне не нравится Уважаемые вокальные преподаватели И педагоги Пожалуйста Да, я забыл Совершенно важную ремарку сделать Все, что я говорю Конечно же Не относится к академической школе вокала В этой школе вообще нет лицемерия Вообще нет Там строгая абсолютно Структурированность Значит, система голосов Когда вы приходите Говорите Я вокалист Вам сразу говорят Лирический баритон Трагический тенор Вас определяют У вас просто В книжке написано От какой до какой ноты Вы должны уверенно петь на груди От какой до какой Вы должны петь миксом И вы занимаетесь только этим От вас ничего большего не ждут Вам нет никаких претензий Вас ставят на те места Где вы, значит, должны петь Своим, блядь, голосом Понимаете? Если вы придете В консерваторию И скажете Я бас Но хочу научиться петь тенором Вам ни один преподаватель Там не скажет Да, да Сейчас мы поизучаем микс Вам скажут Вы бас Вы будете петь басом Блядь Почему так же нельзя сказать Обычному вокальному Нашему преподавателю Среднестатистическому Не супер успешному У которого там сто учеников Он может честно сказать Ты, братан, не запоешь А который вот, значит Начинает заливать в уши Всю вот эту историю Что да, конечно Дружище Мы позанимаемся Ты научишься Все будет чудесно И так далее Ребята Понятно почему Кончайте с этим Пожалуйста Говорите вашим ученикам Так, у нас сейчас полный жух Должен быть на стриме Сейчас, секунду Так, продолжаем Честно Говорите Мы можем заниматься Если ты будешь заниматься много Дома Ты станешь петь лучше Сможешь ли ты петь Как Ти Линденман Нет, вот ты конкретно Чувачок с маленьким Высоким голоском Не сможешь Сможешь ли ты петь Как Кори Тейлор Нет, не сможешь Сможешь ли ты петь Как Фредди Меркьюри Никто в мире Не сможет больше петь Как Фредди Меркьюри Блядь Скажите вы это честно И не надо говорить Человеку Когда он говорит Я хочу петь металл Говорит, что Да, мы позанимаемся Скажите ему честно Чувак, если Ну вот типа Ты хочешь петь металл Твой голос не подходит Для металла Возьми вокалиста А если ты, чувак Хочешь петь Давай мы поработаем Над твоим голосом И мы сможем определить Какой репертуар Ты в теории Сможешь петь Ну да, да Мысли очень умеются Бретановые партии В мюзиклах Может быть это будет Поп Айронби Вокал такой какой-то Легкий, ну в зависимости От твоего голоса Ну не надо обещать Что типа любой человек Может научиться Петь любую музыку Нет, блять Нет Нет Группы годами Ищут себе вокалистов Не потому, блять Что Вы поняли Все, ребят Я не бомблю Я просто пытаюсь Рассказать как есть Потому что я Почему не бомблю? Это бомбеж И это правильный бомбеж Нормальную тему Эту хуйню постоянно Уникальная методика, блять Раскрытие чакр вокала Уникальная, блять, школа Научу петь тебя За три занятия Ну люди же верят В эту хуйню И некоторые из вас Ну если в пакет Услуха и кастрация То те Ребят, не покупайтесь на это Будьте честны с собой Ну никто же не смотрит в зеркало И не говорит Я низкий Но я буду очень стараться И стану высоким Но почему-то люди Говорят Нахуя То есть Нет, есть такие Но это, блять, ебанутые И типа Не надо, блять Если ты низкий Если тебе пиздец хочется То есть Это нездоровая хуйня Вот и все То есть Неправильно Хотеть стать тем Кем ты не являешься Это психологическая Поебень в голове То есть Я понимаю Что у нас сейчас Люди есть Которые меняют пол Меняют рост Меняют сиськи Меняют еще что-то Но народ Я понимаю То есть С одной стороны Дело, конечно, ваше С другой стороны Вот моя позиция Лично моя позиция Если вас волнует Почти всегда За исключением Каких-то Ну просто Ужасных Действительно Там Вещей Я очень там Сочувствую соболезную Таким людям Почти всегда Это комплексы Блядь Которые надо идти С психологом Блядь Разбираться Если касается Внешности И в плане вокала Тоже это все хуйня То есть Твое желание Делать чего-то На что ты Блядь Физически не способен Это просто Какая-то Твое неприятие Собственного голоса Твоя какая-то Вот такая хуйня Проблемы Может быть С самооценкой Какая-то такая Вот штука И все Если ты хочешь петь Тебе нравится пение Вообще Как явление Тебе надо С одной стороны Трезво себя оценивать Чтобы не стать Как Оля Бузова Которая себя любит Настолько Что там Практически Не отдает Ну что-то подобное Понимаете Да То есть есть люди Которые Вот Им Вот он настолько Не понимает Что вообще Жопа Ему все нравится С другой стороны Нельзя себя Блядь Недооценивать И так далее То есть ну Просто принять Свои данные И исходя из них Не плакать Ой я не могу КБ Эйна спеть Ой я не могу Линдемена спеть А охуевать от того Вот в моем случае Какой же у меня Охуительный Уникальный Блядь Красивый Тембр голоса У Моисея Великанова Блядь Неповторимый Который Практически Ни на что не похож Блядь И Ебать я Красавчик нахуй Буду петь Буду сам себе Писать песни Идеально подходящие Под мой голос И чтоб все Охуевали вообще И дрочили Блядь На меня Вот и все То есть вот так Примерно надо себя Воспринимать Не переоценивая себя То есть например В моем случае Я реально Хуево попадаю В ноты Мне приходится Тюнить Блядь Нередко Я значит Там Ну могу Сфальшизм Ну то есть я просто Я знаю о том Просто вот типа Знаю недостатки Так сказать Свои Недоработки Все Я просто понимаю Кто и что и так далее Пользуясь этим Вот То же самое Примерно и надо Также там С внешностью С там Ростом С еще какой-то хуйней Есть что-то Что Ну Действительно Вот там Может Ну я даже не знаю Какая хуйня такая Да ну короче Почти Почти все То есть Есть какие-то мелкие Такие вот там Подриктовки Грубо говоря Какая-то полная поебень Которой там Любая баба занимается Это я не знаю Там блять Шугаринг какой-нибудь Ебучий Да Это окей А есть блять Вот типа Какие-то жуткие Вмешательства И там комплексы По поводу блять Не знаю Там размера лба Или там Длины Жопы То есть Просто какая-то хуйня Надо понимать Во-первых Что на каждое говно Найдется свой копрофил И Если Там Если человек здоров Если у него здоровая Здоровая психика И здоровое тело То То Исходя из Вот Из этой логики А не из того Что будьте все Жирными мразями И жрите до бесконечности Здоровый человек Он прекрасен В любом случае Вот и все Любой здоровый человек Прекрасен Вот Все Ну и опять же Здоровый Надо понимать Что это тоже Относительная хуйня Нездоровый тоже Может быть прекрасен Блять И то есть Смотря в чем Заключается Здоровье Грубо говоря Вот Ебать я Сформулирую Ну короче Вы поняли Надеюсь То есть Нередко проблема С башкой А не с голосом Или там С Внешностью Чаще всего С башкой Говорят У меня низкий голос Но я буду очень стараться И он станет высокой Короче Если у тебя очень низкий Не надо стараться Надо принять свой низкий голос Наслаждаться этим Петь низким Если у тебя очень высокий Не надо стараться стать низким Надо пользоваться тем Что у тебя есть Той возможность То есть Вот Ты родился Блять В Там Сызране Ты можешь сказать Я блять Не устроюсь Никуда на работу Пока не окажусь Блять В Америке Ну блять На хуя Если ты можешь Вот у тебя Сейчас уже есть Сызрань И в ней есть Те возможности Которых в Америке Это может и не быть Даже У тебя есть Преимущество Тоо Что ты В Сызране Пользуйся Сызранью Пользуйся Преимуществами России Преимуществами Сызрания Вот, то есть, как бы, всегда надо стремиться к большему, но надо, блядь, как бы, пользоваться тем, что у тебя уже имеется. Вот и все. Или у меня высокий голос, но я буду очень стараться, он станет низким. Блядь, ну не станет. Примите себя. И любите себя таким, какой вы есть. И понимайте, что если вы низкий, то вам не стать баскетболистом. А если у вас бас-баритон, то вам не петь тенором. Просто примите это как данность. Все, это неплохо. И живите с этим. И решайте ваши творческие задачи, исходя из инструментов, которые у вас имеются. Ребята, это был Леха из Бау. Спонтанный такой видос. Ну просто вчера опять в очередной раз наткнулся на подобные, значит, видосы о том, что любой может петь как любой. И пригорел. Никакой ненависти. Всем только любовь. Петь витамины. Кушать сбалансированную еду обязательно с большим количеством клетчатки, чтобы погреть как часы. И не забывайте побольше работать, побольше зарабатывать, чтобы что? Донатить Моисею Великану. Пока-пока. С вами был Леха из Бау. До новых встреч. Вот так. Спасибо большое, Леха из Бау. Спасибо вам за просмотр. Читайте описание, подписывайтесь на все на свете. Лайкайте, комментируйте от четырех слов. Встритесь, блять, друг с другом. Ебите гусей. Насилуйте единорогов. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok